Здравствуйте, Валерий Костенович! Валерий Костенович, работая по вашей технологии, получил уже небольшие результаты, с некоторыми хочу вас поделиться, услышав комментарии, но я выбрал только один, в апреле 19-го года делал посадку костик, в том числе абрикосовых, некоторые из них выделялись своими внушительными размерами, крупностью листа, гладкостью его поверхности. И я решил их не поревать, а довести до повышения, ну и правильно. После первой зимы верхний чай саленца обрезал, пытаясь получить кустовидную форму. После обрезки его длина составила 8 сантиметров. За весну и лето абрикос, синий с серафимом, выкнули несколько веток. И получилось так, что ветки я столько пыщу с самого низа и только на самом верху. Верхние ветки достигли длины 120 сантиметров. Представляете, какой великолепный саленец. Между ними те же самые сантиметры. Ветокрупных нет. Есть только какие-то мелкие. И выходит, что у дерева получился штамп. А мне хотелось кустовидную форму. Разная мысль лезет к голову. Может, следовало обрезать. Ниже, там почки могли оказаться не того качества. Представляете, как я подобрал эти темы. Одна к другой перетекает. Могли оказаться не того качества. Таких побегов могло и не получиться. Я в замешательстве. Не знаю, что делать дальше. Я люблю такие письма. Следует ли укорачивать верхние побеги или оставить все как прежде? Буду рад услышать ваши советы. Ну, в общем, Виктор, смотрите, что получилось. Здесь, к сожалению, получилось так. Видимость не очень качественная. Давайте я прошифрую. В нижний ярус вот этот. Так. Вот. А помните мои слова, что вот здесь он обрезал. И именно вот эти побеги оказались самыми мощными. Сразу говорю. Он не выполнил свою цель кустовидной формы, потому что ему надо было отрезать вот тут. Ему показалось, что эти почки неполноценны. Вот. Я вам отвечаю сразу, глядя на рисунок, зная наперед, что будет. А будет следующий. У него получились побеги. Это же так, это мощное деревце, только так не видно, что оно такое огромное. Приростное. А метр двадцать, это я вам скажу, да. Итак, вот здесь бы он отрезал. Вот здесь. Он бы вот этот ярус получил бы на полметра ниже. И получил бы ту самую кустовидную форму. Вот. То, что хотел. И наверняка вот эти побеги, ему показалось, что почки неполноценны. Они были бы как минимум такие же. Может уже не метр двадцать, а метр, а может и полтора. Вот. Они сами бы разобрались. Вот здесь надо было отрезать. Теперь, что ему делать? Тут, конечно, калечить дерево дальше. Во-первых, можно ничего не делать. Потом, когда дерево с насчет плодоносит, эти ветки замкнутся и станут шатром. И вот здесь они опустятся почти вертикально вниз до земли. Учитывая длину, учитывая будущее урожая, остается вариант. Еще раз. Но, я всегда говорю, у вас все они серафимы. Для ваших местностей даже это, это самое, уксус сладкий. Почему? Потому что если там сроду не криц, не то серафимов не было. И никто не слышал, что бывают такие. А до 0,5-0, так есть. Тогда вы отрезаетесь вот тут. Вспоминаем то, что вы выше видели. Про 5-6 полочки. Помнили? Вот тут обрезаете, тут обрезаете. Ну и вершину пропорционально вот тут обрезаете. Обрастет ветками. Станет ниже. Все равно станет ниже. Согласны? Вот если мы вот тут вот отрежем. Тут, тут и тут. Вот. И тогда компенсируя вот это все-таки ущербность, лишняя обрезка дерева не красит и не это, не на пользу, то вы получаете полноценные черенки. Они могут быть оказаться меньше с серафима, если вот того, который будет здесь. А могут оказаться крупнее, потому что каждый раз у них все упирается в то, что мы не знаем кто папа. Ну не знаем. И получается, что возможно черенок, взятый вот отсюда, вот в этой части, привитый на что-то другое, окажется крупнее, чем вот этот сенец. И вам теперь выбирать или так, сами решайте, потому что идеальных технологий не бывает, риск есть всегда. Или вот так. Даже если вот так отрезать, у вас получится то, чем вы мечтали. Ну считайте, две трети дерева как не бывало. Я бы останусь вот на этом варять. Вот такая обрезка. И еще и черенки на прививку. Вот мой такой ответ. Дальше сами. Дальше. Дальше.